Продолжение следует... 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 На самом деле это не координаты, это некая макрица. Координат, макрица вероятности. Все небо было поделено на градусы и было распределено, вот я сейчас покажу в крупном масштабе, вот вы можете увидеть. Это небесная сфера, а вот этот банан, два банана таких, это север, не будем называть банан, это южный банан. Вот эта вся область недостижима для северных телескопов. Видите, это склонение минус 60, это примерно Магелланова блока, южный крест, который многие из нас не видели никогда. Вот, естественно, вот эта статья, которая вышла сюда, это все электромагнитные эксперименты, которые тут же, ну кто раньше, кто позже, ну мы набились раньше всех после получения арерта, но, например, Фермио, он все время пишет дорожку, ему не надо наводиться никуда, он все направленный, это гадный телескоп, и поэтому он восстановил даже реал тайм наблюдения своих дорожек, оптических телескопов таких. Ну, практически не бывает, хотя там была одна маленькая камера, но и он восстановлется. Вот, смотрите, мастер, а вот это вот 590 квадратных градусов, это количество квадратных градусов, которые мы просмотрели. Ну, и вот здесь видно, что это примерно 56% окончательного RR-бокса, это вот этот RR-бокс, в конце концов остался только кусочек вот этого Магеллана. То есть они в процессе, за 3 месяца они улучшили локализацию с двух революционных ВМК. Вот, что вы тут увидели, сейчас я, давайте, вот, не совсем я понял, но это, на самом деле, это как-то зеленое, это квадраты, куда мы смотрели мастер, смотрите. А, извините, прошу, в процессе осмотра неба мы открывали всякие методические источники. Чем надо сказать, что за последние несколько лет мы открыли около тысячи вспышек и скорость открытия наших источников. То есть, было один в полтора дня. Это могут быть сверхновые, это вспышки десяти типа, могут быть, как правило, это сверхновые, или это взрывы термоядерной вспышки на белых гарниках, о которых Анатолий Митлович говорил, либо это сверхмассивные черные ядра галактик. Но в данном случае мы открыли во время обзора, то есть 16 сентября по неделю мы ее наблюдали. Поскольку вероятность нигде не нулевая, то эти все обзоры были включены. Восемь, ну, семь объектов, восемь мы открыли после. Но фактически нам нужно смотреть только вот сюда, потому что лайка в конце оставила только вот этот, видите, там синенький кусочек, этот маранчик, это то, что оставил лайк. Так что вот эти области, они очень маловероятны, их можно не наблюдать. Но здесь нами было открыто три источника, один из которых оказался галактическим, один другой вспышкой сверхновой звезды, третий источник неизвестной природы, к сожалению. Получился казус. Люди, которые засекритили все, не разрешали нам опубликовать эти источники в открытой печати. А сами спектр не сняли нам. Но в результате до сих пор мы находим источник. Вот мы сейчас готовим отдельную комплектацию, будем смотреть, что это такое. Сейчас его нет, он был, и сейчас его нету. Вот он здесь находится. Вот видите, тут плохо цвета. Один, красная звездочка, два и три. Вот этот вот, он примерно находится в этом месте, пока мы еще смотрим, что это такое. Теперь расскажу о второй работе важной. Остальные телескопы отнаблюдали в районе 10% анимента и 5% этого аэропорта. Они статистически малозначены. А вот Ферми, который в Ганге, в Афганг смотрел, он смотрел все лево. И обратным числом он ничего не дал. Обычно Ферми дает алерты, так называемые сигналы. И мы, кстати, часто по ним наводимся. Иногда находим донос в леске. Но в этом случае он ничего не дал. Но обратным числом своих данных нашел вот это событие. Понятно, да? То есть это событие, а быстрым образом они бы даже не заметили. Вот это событие. Но это событие сложено уже по всем каналам. Они утверждают, что это на уровне больше 3 сигма. Но мы не будем спорить. А вот это вот область ошибок Ферми. Смотрите, это вот Ферми. Это как бы R-бокс-назиаговый квадрат ошибок. Это R-бокс-назиаговый квадрат ошибок. То есть это область ошибок Ферми. А это область ошибок Ликлайда. Вот этого регуляционного лавова. Они совместили эту область и эту. И получили этот огрызок. То есть на самом деле с некой хорошей вероятностью, вроде бы этот Ферми идет примерно из того же места. Но на самом деле вы должны понимать, что вот эта область Ферми, вот эта область Ферми, это одна сигма область. То есть с вероятностью одна сигма, если вы хотите три сигма нарисовать, это будет полнеба. То есть на самом деле Ферми может пока что утверждать, только что это событие южно-полушарие. Гораздо более важное событие это совпадение по времени. Это важно, конечно. Это надо обсуждать. Но само событие, если его смотреть по разным каналам, у него там примерно 8 каналов, гамма каналов, и в каждом оно практически потеряется. Его в некоторых не видно. Вот эта карта очень интересная. Это Женя Горловской, мой бывший аспирант, с кандидатом всю ночь строил все эти. Прямо с рисунком, потому что в цифрах никто ничего. Но вот это мы получаем от лайка, вот этот банан мы получали. Мы его знаем уже полгода. Кстати, лайк включен в сентябре следующего года. Так что можно тихо отдыхать. Потому что это была ужасная, я хочу сказать, это была ужасная осень полгода, потому что по 500 квадратных градусов обработать все это в реал-таймах, ну и проанализировать. Например, в 20 веке эта работа длилась несколько, около 10 лет. Вот если я смотрю. Но за счет прогресса приемников озвучения и компьютеров сейчас это сотни раз уже скрипит. Вот смотрите. Вот это есть 1-сигма-ферби-эролизм. Эрр-бокс, видите? Вот это есть 900 лайнер-эрр-бокс. А вот это зеленое, это наше покрытие. То есть мы покрыли область взаимного пересечения практически, ну там, видите, кусочек. Сейчас, я думаю, в эти же дни мы переобрабатываем более тонко, потому что такое совпадение. Ну вот это, но на самом деле здесь есть еще одна штука. Сейчас я ее покажу на следующем слайде. Ой, сейчас я скажу. Вот, 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 смотрите. Вот это яйцо, вот это. Сейчас. Я немножко... Нет-нет-нет, это яйцо. Вот это яйцо, на самом деле, это вне яйца здесь тень земли. Этот ферби-аппарат, он летает не очень далеко от поверхности земли. Поэтому у него доступно только 70% неба. Остальные закрыты землей. И тень земли закрывала большую часть этого сплеска. И поэтому, например, вот этот источник, он не попадет, ну как бы попадает в тень земли. И половина статьи ферби посвящена тому, чтобы доказать, что этот источник не прошел через общественные земли. В общем, есть вопросы, есть интересные проблемы, которые надо будет решать. Но вы видите, что я хочу сказать, что вот эта область мы взаимного пересечения ферби и традиционных пол оказалась у нас покрытой целиком. Вообще, вот эта область не покрытая была, потому что здесь как раз перед восходом солнца, это в Южной Африке телескоп, то, кому уже было недоступно, слишком яркое небо было. К счастью, я думаю, надо делать опять переобработку. Может быть, такую-нибудь там, вот как вы говорите, ну это самое крутой, какая-нибудь там. Вот на первый взгляд ничего особенного нет. То есть в нашем обычном режиме мы ничего не нашли. Но после того, как вы буквально тут несколько дней назад правильно опубликовали мы все это сопоставили, мы увидели полное перекрытие тут могут быть неожиданными. Извините, что я задерживаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня вопрос скорее как теоретик вот можно ли представить себе, что в слиянии двух черных дыр будет электромагнитное излучение? Я хочу сказать, что в этом зале не одна можно я сразу вспомнить человека, который это утверждал в этом зале Евгений же утверждал многие помнят прекрасного ученого забыл имя Усиф Ленинович Я забыл Была книжка «Розенталь на зерновой астрофизика высоких энергий замечательная Он был уверен, что слияние черных дыр сопровождается электровагнитное все ходили и смеялись на них просто потому что по нормальной ортодоксальной теории никакого электромагнитного излучения существенного не должно быть но обнаружено несущественное миллионы раз меньше ну вот Анатолий Михайлович правильно говорил могут остаться какие-то Ферми-Лан да? Ферми-Лан вы имеете в виду да? Ферми? Нет там несколько гамма-телескопов обнаружил его так называемый ГМБ ДжМБ а лак он не навелся туда вернее он навелся через какой-то он там ничего не нашел собственно говоря там ну квадрат ошибок сигма я вам хочу что Ферми Ферми это все направленные аппараты у него есть один хороший прибор это лак у него ошибка один градус мы его накрыли целиком сразу и мы уже находили гамму-сплетки и на 100 квадратных градусов уже в массе ну здесь вот вышла работа но в данном случае Ферми-Лан да фактически если взять 3-7 это южное небо то есть понимаете кстати ну ладно это я не могу походить я хотел походить ваши данные у вас есть оптические через день после того как произошло событие ну почти так на самом деле из-за того что скорость обзора у нас большая мы немножко захватили еще и за день до алерта эту область у нас есть снимки еще за день до алерта но они всю область не перекрывают значит в одну ночь наш телескоп при любой работе перекрывает один телескоп он 3 раза ходит по каждому месту он открывает 250 квадратных градусов если он будет один до сходить то тогда 700 квадратных то есть вообще это мы можем такие это самый быстрый обзор в нити мы имели я хотел а буквально в это время когда произошло значит буквально в это время у нас вылить в это время дело в том что я говорю это предрассветный вот в этот момент когда мы наблюдаем вот эту область солнце имеет минус 20 а потом восходит восходит и мы никогда не успевали вот эту область даже вот видите тут нет фотографии она исчезает а вот это уже на закате вот это на рассвете это на закате вот слава богу максимум вероятности находится здесь вайверский в момент работала есть такая есть хорошая очередь астрофизика испанская Берто Кастера Дирадо но он всех насмешил он нашел камеру не у Новой Зеландии у него есть камера облачный датчик облаченец рыбий глаз она снимала все небо и он нашел три кадра и в этот момент и дал пятое звезды величина но это полный фантастик он говорит пятое величина это проснет глазу есть такие наблюдения у нас к сожалению не было потому что область не совсем как бы ее надо специально было проходить но мы все равно зацепили вот эта часть вот эта часть была за день до получения верта случайно вот этот квадратик вот это но основная конечно потом была например с кем мы соревновались вот вы не видели в той таблице возьмите эту работу посмотрите кто стоит на втором месте на втором месте стоит панстар это телескоп пентагона сделан из-за 200 миллионов долларов с тем же примерно приемом и у него примерно 5% или 10% приема почему он стоит все полушария только поэтому а мы поставили мы успели поставить южном полушарии да и канарский телескоп тоже помог поэтому собственно мы на это рассчитывали что мы при таких деньгах которые у нас мы можем только выглядеть за счет поверхности но понятно что за счет диаметра это несоизмеримая вещь у меня еще один вопрос как теоретично а есть какая-нибудь ну вот помянули помянули результат а есть какая-нибудь вообще говоря связь между гравитационным ну слиянием двух массивных черных дыр и какой сигнал следует ожидать никакого никакого не следует я не веду ну вы сказали что есть теория оризонталия согласно которой знал нет это выявил никакой теории он просто почему-то думал что когда сливаются тречку я кстати его слова вспомнил еще в сентябре этого года когда мы начали наблюдать мы дали такую телеграмму в сентябре еще сейчас откроют я написал что никакого оптического излучения не должно быть потому что две черные дыры потому что это событие две черные дыры ну потому что мы предсказывали что должно быть две черные дыры но на зентай то говорили спинно-мозговых соображений а вот вспомните может это Рубаков прокомментирует ведь как там файлол этот квантовый который не сработает тут нет ничего там не выпузыли потому что сейчас под горизонтом обсуждается файлол но не должно быть потому что горизонт не может быть многосвязной поверхности этого не должно быть ну какие-то куски там могут быть плазмы вообще это за тем никто не ожидал от него черные дыры оптического ну я уже не знаю что думать после того как файл нашлось мы не нашли пока сейчас занимаемся тем что дело в том что вы должны понимать что телескоп Южной Африки был построен в декабре то есть он наблюдал зимнее звездное небо а гравитационный голубой средств пришел в сентябре это другое небо другие созвездия и когда мы пошли по нему у нас даже не было опорного неба поэтому мы его получали уже и задним числом переобрабатывали но то что нашли то нашли три источника попадают вот в этот аэропорт один точный неон второй сверх новое и третий ну непонятно что похож на катаклизм тоже на катаклизм а вроде ферма вспышка по ферме сдвинута по времени значит ферма 4 десятых секунд понимаете а вы посмотрите посмотрите временное разрешение если вы раскроете статью вы увидите что внутри одной секунды они только говорят что там доля секунды или секунда они же не видят но они в какую сторону ты знали ну да позднюю 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 вроде запасывания мы-то участвовали в этой программе только под нейтронные звезды ну и может быть нейтронные звезды с черными дырами это почетно участвует в такой программе и мы с удовольствием согласились но не под двойные черные дыры о которых мы знали но мы также знаем что и нейтронные звезды сливаются у нас в галактике есть двойной радиопульсар который сольется раньше чем за автюрское время значит раньше было таких пульсаров очень много нейтронные звезды кстати келонопы это может быть это новое явление которое может быть это выгодно вопрос об электромагнитных излучения при слиянии черных дело в том что те черные дыры которые мы реально наблюдаем это же ведь не точно черные дыры они сформировались примерно в нашу эпоху а рельсийский коллапс продолжается бесконечно долго и звезда бесконечно долго он приближается к своему провинционному радиусу поэтому если честно что эта коробка от оставшихся там еще осталось и когда они сливаются это примерно масса Юпитера я прикидывал примерно масса Юпитера не успела уйти под горизонт строго говоря у таких человек не должно быть строго они молодые они молодые не не они это бесконечное красное смещение но главное заряд у них есть нет не должно быть нет только сухим кривом ну я бы как три молодечки да только сухим кривом только раньше все это масса масса ну в общем это новая широкая вода для фантазии поэтому ну подождем вообще наверное надо ждать когда что-то будет нет уже есть события которые можно публиковать они пока просто записывать я не могу оптики электромобники говорят я отвечу так вы мне быстрее достаточно тогда большое спасибо я хочу обратить внимание что на ютюбе уже можно найти доклад Владислава Ивановича который он сделал у нас в институте 29 февраля более детальный чем он сделал сегодня еще два раза объемистый поэтому все кто интересует и кто здесь успел услышать можно это все просмотреть со стопом с паузами на ютюбе так называемые регистрации в зонах в поле спасибо хорошо спасибо тогда до следующих событий